здравствуйте мои любимые я очень рада встретиться с вами сегодня на моем канале покажу вам много находок с алиэкспресс а также из других интернет-магазинов будет надеюсь для вас много всего интересного надеюсь что приятно и полезно проведете со мной это время все ссылки я для вас оставлю в описании под видео так что давайте приступать всем желаю приятного просмотра начать сегодняшний обзор я хочу с такого чудо изобретения как электрическая пилочка для ногтей пришла на фирменной картонной коробочке небольших размеров она две кнопки на ней имеется первая кнопка запускает одну фрезу 2 2 причем можно одновременно две кнопки нажать и они обе одновременно будут работать мне очень понравилось как первая фреза подпиливает ноготь хорошо убирает длину а вторая полирует поверхность ногтя просто идеально потому что состоит из стекла с тонкой нарезе машинка работает на аккумуляторе никаких проводов за ней не тянется то есть заряжаете ее она очень долго работает на своем аккумуляторе без подзарядки следующее что хочу вам показать прекрасное платье которое я заказала в размере и хотя можно было и размер м выбрать на мои параметры я выбрала его вот в таком лаймовом цвете также в ярко-розовом и в ярко-голубом она представленного продавца канитого платья стопроцентный хлопок длина максим 219 уже заказов огромное количество положительных отзывов цена абсолютно адекватная для такой интересной модели она актуальная сейчас цвет тоже не безумно понравился могу это платье только похвалить следующее что хочу показать вам это две модели трусиков которые я заказала на вайлберис они у меня во всех расцветках первые кружевные состав входит нейлон на 82 процента и спандекс на 18 процентов размер это у меня и который подходит на 44-46 размер стоимость их всего 300 рублей все отзывы положительные отзывы с фотографиями они очень хорошо тянутся они мягко садятся на тело прекрасно дышат ластовица там хлопковая очень красивые кружевные вставки мне нравится что они не слишком высокие вообще модель конечно потрясающе красиво сидит смотрится поэтому очень и очень рекомендую вторые трусики тоже в очень необычном дизайне снова размере l у меня на 44-46 размер также они представлены в размере excel то есть на 46 и 48 размеры представлены в трех расцветках и состав материала здесь 95 процентов хлопка и 5 процентов спандекса то есть для тех кто любит хлопковое белье вам эти трусики тоже очень понравятся они снова с невысокой посадкой они очень комфортные размерная таблица верная и прекрасно они садятся кожа в них замечательно дышат мягкая красивая кружева сшиты они так что каждой деталью можно любоваться и вот такие ленточки находятся по бокам виде шнуровки в виде бантиков которые придают изюминки этим трусиком 268 рублей всего лишь цена тоже только положительные отзывы потрясающая модель просто замечательная и красивая и хлопковая следующее что хочу вам показать это универсальный пятновый водитель изи клин который стоит всего 399 рублей на вал борис я обожаю это средство потому что это и отбеливатель и пятновый водитель и вообще многофункциональное средство виде белых гранул она активируется только горячей водой от 70 градусов до 100 чем больше температура тем лучше это средство будет работать я сегодня его на ваших глазах будут тестировать в четырех разных способах первое на вот такой салфетки которая посмотрите насколько грязная причем стиральной машинке я ее стирала аж три раза достаточно на высокой температуре с обычным порошком ничего не отстиралась и так я наливаю воду в таз дальше насыпаю пар ложек в него начинается реакция при соприкосновении этих гранул с кипятком начинается шипение начинаются пузырения и мне остается только немножко помешивать чтобы усиливать реакцию буквально 10 минут я жду видите какая пена появляется мне ничего не нужно делать никаких стирательных постирочных движений все происходит само собой из-за выделения активного кислорода дальше посмотрите можно уже увидеть в тазике что эта салфетка стала чистой дальше показываю вам ее вот в мокром виде а дальше она высохла и выглядит вот так абсолютно чистая без всяких пятен следующий способ это чистка ювелирных украшений мой самый любимый признаюсь вам способ я подобрала ту ювелирку которая уже заносилась где камни помутнели где металл помутнел в общем которую нужно чистить много-много сережек колечек в общем вид должен поменяться у этих вещей и так кладу вот такую посудинку свои ювелирные украшения кладу пару ложек этого средства заливаю кипятком снова начинается реакция начинается шипение начинается пузырение и вот эти пузырьки они выбивают выталкивают абсолютно всю грязь все 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 загрязнения с ювелирных изделий и по итогу реакция останавливается когда эти гранулы полностью растворяются я промываю просто в холодной воде эти ювелирные украшения и посмотрите какими они становятся они еще даже до конца не высохли а уже абсолютно чистые камни сверкающие металл стал светлым но просто идеально все все каждое украшение вычистилась следующее на чем я буду тестировать это средство это на подошве моих кет сразу же скажу что это средство лучше всего работает с какими-то органическими пятнами то есть если есть какая-то ржавчина какая-то грязь неорганического характера то это средство справляется хуже поэтому я не жду прям стопроцентного отбеливания от этого средства но все-таки надеюсь что оно поможет осветлить подошву потому что кроссовки эти мои любимые и мне хочется чтобы они выглядели красиво делаю все то же самое наливаю немножечко воды добавляю это средство начинается реакция буквально 10 минут я жду кстати воду я 70 градусов ставила даже не 100 и посмотрите как осветлилась подошва она и по бокам осветлилась что мне было важно и внизу просто в три раза светлее она стала я результатом безумно довольна четвертый способ которым я буду это средство тестировать это чистка труб конечно же я заливаю в трубу сначала кипяток чтобы он находился в трубе достаточно большое количество дальше кладу пару ложек этого средства и немножечко добавляю сверху кипяточка чтобы те гранулы которые сверху у нас лежат чтобы они тоже растворились и кипяток на них попал все начинается реакция начинается очень сильное шипение бурление она причем длится долго в трубе действительно долго потому что там очень много органических загрязнений много жиров много всяких масел от средств которыми мы моемся много много всего что мы моем в этой душевой кабинке там конечно накопилось и посмотрите в итоге какие чистые трубы вода выбегает моментально запах стал прекрасным из трубы то есть вот периодически я такую профилактику провожу следующий товар у меня тоже с wildberries это беспроводная лампа с датчиком движения можно ее прикрепить абсолютно где вы хотите и использовать абсолютно в любом месте пришла в прекрасной картонной коробке фирменной комплекте находится зарядка инструкция и из трех деталей она состоит собственно из главного блока и из двух ламп которые нужно вставить по бокам снимаю пленочку это лампы также с таймером поэтому идеально ее использовать на кухне для того чтобы что-то приготовить в течение какого-то времени она даст вам сигнал что пора пора выключать вашу приготовленную еду ставлю ее на зарядку пока она светится красным светом когда начинает светиться зеленым это значит она полностью заряжена дальше нажимаю на главную кнопку удерживаю ее и лампа включается если нажимаю один раз то я выбираю количество часов таймера если нажимаю второй раз количество минут для таймера дальше я делаю вращение по часовой стрелке и лампа потихонечку начинает включаться то есть от самого слабого света до самого яркого и обратно когда я кручу получается обратное действие то есть от самого яркого до самого приглушенного и светлого я тестировала эту лампу на своем туалетном столике если бы на нем не было подсветки это было бы просто замечательное решение очень хорошо она подсвечивает лицо но больше всего мне понравилось использовать эту лампу над своим столом рабочим опять же если бы у меня не было вот этих вот маленьких лампочек она была бы просто идеально она бы безупречно сюда вписалась причем ее можно было также как лампочки подклеить под полку самое конечно классное место для нее опять же повторюсь это кухня собственно на ней наверное я буду использовать эту лампу хотя совершенно не хочется снимать ее отсюда над столом дальше следующее средство которое мы с вами сегодня протестируем это чудо маска для волос от бренда таши это белорусский бренд я вам уже несколько средств от этого бренда показывала мы с вами их тестировали на этот раз протестируем такую маску которая наносится и на кожу головы это витаминная маска для роста и густоты волос она обеспечивает увлажнение и восстановление кожи головы оказывает тонизирующее действие восстанавливающая маска для волос питает и витаминизирует кожу пролонгирует эффект пилинга уменьшает раздражение борется с выпадением волос профессиональная маска для поврежденных волос питает восстанавливает и укрепляет волосы наносится на кожу головы и по длине волос обладает успокаивающим свойством регулирует ph кожи головы обладает увлажняющими и питательными свойствами, способствует регенерации кожи. Лаванда, входящая в состав, поддерживает живой баланс кожи, избавляет от перхоти, обладает отличным антибактериальным и противовоспалительными свойствами. Зеленый чай борется с выпадением волос, обладает противовоспалительными свойствами, помогает очистить кожу головы от себом и загрязнений. Алоэ вера делает пряди более упругими, интенсивно питает и увлажняет кожу головы, стимулирует кровообращение и предотвращает сечение кончиков. Стоимость этой маски всего 521 рубль. Здесь большое количество в плане объема, и мне нравится, что она наносится и на кожу головы. Я использую после нанесения свою любимую щеточку-рысческу для того, чтобы лучше распределить эту маску. Дальше я держу ее необходимое количество времени и высушиваю волосы. Посмотрите, как прекрасно они теперь у меня выглядят. Просто замечательные. Пушистые, мягкие, очень нежные, блестящие, красивые. То, что нужно. Следующее, что я вам покажу, это одни из моих самых любимых кроссовок с Алиэкспресс. Я заказываю уже вторую пару для своей подруги. Одну я оставила себе. Очень удобные кроссовки. Размерная таблица соответствует. Хотя, если немного сомневаетесь, если у вас промежуточный размер, лучше закажите их на один размер больше. Я заказывала в седьмом размере. Также они в черном цвете представлены у продавца. Стоимость 1900 рублей. Это очень хорошая, очень низкая цена для кроссовок с Алиэкспресс. Деньги. Выбрала их именно из-за формы, которая напоминает и четырехлистный клевер на удачу, и также, конечно же, известный бренд. Здесь очень хороший металл. Мне вообще из этого магазина безумно нравится бижутерия. С ней ничего не происходит, даже если она попадает в воду. Смотрится классно, нежные, в цвете розового золота. Камешек здесь такой красивый. Мне очень нравится. Он такой опаловый какой-то, как будто полупрозрачный. Очень красивый дизайн. Действительно сложный. Здесь даже два вот этих вот четырехлистных клевер на двойную удачу, наверное. В общем, тоже очень нравится. Тоже очень советую. И следующее, что я хочу вам показать, это спортивный топ. Даже спортивный лифт, я бы так сказала. Потому что он очень коротенький. Он очень хорошо поддерживает грудь, подчеркивает ее форму. Собирает ее так, как нужно. Он абсолютно удобный. На спинке он вот так вот интересно застегивается. И во множестве расцветок он представлен у продавца. Я выбирала размер чашечки B и обхват над грудью 32. Мне он по размеру абсолютно подошел. Радует, что и на большие размеры тоже найдется такой топ. И последнее, что я вам сегодня покажу, это умная розетка. Боже мой, как мне нравятся эти розетки. Как мне нравится их обозревать, о них говорить. Они очень красивые. И самое главное, что они умные. Они подключаются к Алисе, подключаются к умному дому, подключаются к вашему мобильному телефону. Вы можете с мобильного телефона выключить либо включить розетку. И вам не нужно выдергивать то, что в эту розетку включено. Также вы можете дистанционно это делать. Выйдя из дома, если, допустим, забыли выключить какой-то электроприбор. Просто выходите из дома и где-то в пути выключаете эту розетку полностью на телефоне. Это очень удобно. Это очень практично. Это красиво. Это стильно. И это технологии новейшего поколения и будущего, конечно же. Ну вот и все. Сегодняшнее видео подошло к концу. Я очень рада, что вы его провели вместе со мной. Все ссылки вы найдете в описании. Вам нужно лишь его развернуть. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Обязательно оценивайте его. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал здесь, на ютубе. Также на мой канал на Яндекс.Дзене, на мой телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья вконтакте и в одноклассниках. Я всех с удовольствием принимаю. Все сообщения читаю. Всем стараюсь отвечать. Вот. И еще я хотела с вами поделиться тем, что наконец-то я сделала новую стрижку. Я вам как-то видео про макияж. Про последний, по-моему, да? Рассказывала, что я собираюсь ее сделать. Но там почему-то вы плохо смотрите мои макияжи. Почему вы их плохо смотрите? У нас там, знаете, какая теплая, дружелюбная, такая очень откровенная обстановка. Знаете, не такая вот фотошопленная и не такая официальная. Мы там вообще с вами прям по-девичьей разговариваем. Вот я говорила, что у меня были волосы все абсолютно одним срезом, да, срезаны горячими ножницами. И чуть-чуть, буквально, кончики были слайсингом отфилированы. И я хотела что-то новое. Хотела каскад. Но каскад меня смущал тем, что каскад дает лесенку у лица. И тут приключилась такая прям интересная история с выбором стрижки. Помните ту персиковую кошечку, да, которую я вам показывала? И насчет которой я очень долго думала, оставить ее себе или не оставить. Вроде как сердце мое хотело ее оставить, но моя голова говорила, что вроде как не время заводить вторую кошку. С сумкой у них тоже были сложные отношения. То у них все хорошо, они спят вместе и обнимаются, и облизываются. То ума ее в 6 утра начинает заставлять мыться. Ну, то есть, прикусит ее, начинает мыть. Та визжит на всю квартиру, ума на нее злится. Они носятся, мама говорит, господи боже, 6 утра, это какой-то кошкин дом. Когда это все уже закончится, когда они дадут нам спать. Олеся, ищи ей семью. Не до двух кошек. Ну, ты же не какая-то вот кошатница, которая вот должна, значит, свою жизнь кошкам посвятить. У тебя очень много задач сейчас по жизни, достаточно таких важных и непростых, которые нужно решить. А ты как бы вот кошками занялась. Все равно это, ну, такая прям ответственность. Это время, это уход, это... Ну, в общем, все мы прекрасно понимаем, что это, да. Когда у тебя уже жизнь налажена, все у тебя в норме, ты уже живешь там, где ты живешь. Все у тебя со здоровьем хорошо, и все благополучно, и все по полочкам расставлено, тогда да. Но когда у тебя полный сумбур в личной жизни, черти что, и в плане здоровья еще все не поправлено, ни ментального, ни физического, то как бы, ну, вот как бы кошек двоих заводить, это, наверное, это было бы неразумно. Вот, и так получилось, что у меня была одна прекрасная покупательница, которая у меня вещи покупала после моих обзоров, те, которые я себе не оставляла. Вот, и она ко мне, значит, приходила несколько раз, и одна, что пришла со своей дочкой. И дочка увидела эту кошку, и стала ей говорить, «Мама, ну вот когда мы это заведем уже питомца, ну сколько я тебя прошу? Ну вот наша семья совершенно не полная без питомца, нам неком заботиться». Я так смотрю на этого прекрасного ребенка и говорю, «Вы знаете, а мне как раз вроде как нужна семья, чтобы ее пристроить». Вот, ну и в общем мы очень долго на эту тему общались, мы оставались на связи, они мне дали время все-таки подумать, потому что я вроде как к ней уже приросла, прикипела. Ну и все-таки после недели душевных терзаний и мытарств я все-таки сказала, да, «Ладно, все-таки давайте я готова, наверное, ее отдать». Хотя сказать «готова» и быть действительно готовой именно прям вот отдать вот в тот самый момент оказалось двумя разными вещами. Хотя мы достаточно долгое время общались и поняла, что вот эта сама вот эта девушка, да, которая моя покупательница является великолепным, эмпатичным, добрейшим, таким чувствительным человеком, таким заботливым, таким ответственным одновременно. И дети у нее тоже очень хорошие, и жизненные ситуации тоже разные у нее были, которые ее сделали вот такой вот неравнодушной к другим и такой заботливой. И она такая красотка, такая вся модница, и дети у нее тоже такие прям все. Приятно посмотреть на таких людей, таких стильных, красивых, ухоженных, интересных, и вот при этом очень добрых. В общем, долго мы с ними общались, я поняла, что это та семья, в которой должна жить вот эта вот маленькая кошечка, что они ей дадут все, что ей необходимо. Она будет прям любимицей, единственной, для них неповторимой, долгожданной. Вот, и в общем, тот день пришел, когда они ее забрали. Ну, причем они так подготовились к этому, они там самые лучшие корма, поговорили с ветеринарами. И даже два горшка ей купили, лучших игрушек, все-все-все. Дочка даже там в школу не пошла. В больничный взяла, чтобы вот первый день побыть с этой кошечкой, чтобы она попривыкла как-то вот они. Ну, это вообще такой был подход, конечно, который меня, конечно, очень сильно в хорошем таком душевном плане подкупил, да. Я очень рада, что она нашла такую семью, и мы продолжаем общаться. Я, конечно, ее когда отдавала, я рыдала. Ну, потому что все уже как твой ребенок, ты его от сердца отрываешь, хоть и понимаешь, что так будет правильнее. И те люди будут счастливы, их семья будет полной, и у меня будет побольше ресурсов, времени, чтобы все-таки заняться самым главным человеком в своей жизни, да, наладить все у него, это у себя, у самой. А потом уже заниматься животными, да, процесс расставания был тяжелым. Неделю я, наверное, не могла, вот как-то, да, тяжело мне было неделю, так я еще всплакивала. Но потом как-то вот оно пришло, вот это понимание, вот это вот отпускание. И мы продолжаем общаться, они постоянно скидывают мне фотографии, видео того, как она выросла, такая классная, большая кошка стала. Они постоянно там, она мне присылает фото, как дети ее обнимают, как они там вместе как-то взаимодействуют. Это очень здорово, очень приятно. Ну так вот, мы вообще о стрижке с вами разговаривали. И так получилось, что вот эта девушка, она является очень крутым парикмахером в нашем городе. Она постоянно есть в Москву на различные повышения квалификации, на различные курсы и изучение различных самых классных новых техник. В плане стрижек, в плане окрашиваний. У меня есть парикмахер, которая ко мне приходит домой, которая мне все вот эти вот процедуры для волос делает. Она меня абсолютно устраивает, и я, конечно, не собираюсь изменять. А мы с ней уже и как друзья, и я могу перед ней в разных состояниях быть. И уже вообще все нормально, уже как член семьи она для нас, и цена у нее. Таких цен, мне кажется, не найти вообще нигде. Настолько демократичных. А тут, получается, вот от этой девушки, которая, собственно, кошечку забрала, мне нужна была консультация. И вот я ей сказала, чего я хочу. Я хочу оставить длину. Я хочу облегчить макушку, чтобы она у меня была короче. Я вообще хочу все это как-то облегчить. При этом мне хочется, наверное, укладывать волосы волнами, чтобы у меня и укладка была какой-то такой легкой, и волосы были легкими, чтобы у меня вот этот вот объем, он лучше держался, лучше фиксировался, да, чтобы как-то вот волосы облегчить в этой зоне. Но при этом, чтобы у меня не было лесенки. И она мне подсказала, она, говорит, стрижка, которая вам подойдет, называется удлиненные шеги. И вот мы, значит, посмотрели на ютубе, как это все стрижется, и пошагово вот это все выстригли. Поэтому получилось вот так. То есть длина у меня осталась, но волосы стали легкими. Если хотите посмотреть, как делается эта техника, она делается совершенно несложно. Моему мастеру не составило никакого труда все повторить. Единственное, что вот она сказала, что когда будут волосы с затылочной части падать вперед, то все равно как бы они будут короче, будет какая-то лесенка. Я сказала, нет, это вообще ок, это норм. Главное, чтобы вот так, вот в таком виде, у меня этой лесенки не было. Вот так. Потому что мне это категорически не идет. Вообще никак. Так, это портит очень сильно форму моего лица. И когда у меня это было несколько раз в жизни, я это всегда очень сильно отращивала. Поэтому, ну вот я вам в динамике всячески показала эту стрижку. Мне безумно нравится. Мне стало легко. Мне стало как-то интересно укладывать это все, потому что это что-то необычное для меня. Ну и, конечно, мне хочется уже те самые волны сделать, потому что вообще эта стрижка, она именно с волнами классно смотрится. В общем, я какой-то третий, по-моему, день хожу с этой стрижкой. И только тем и занимаюсь, что перекидываю с одной стороны на другую. И всячески тереблю и трогаю свои волосы, как мне все это нравится. Там послойно это все стрижется. Так, достаточно интересно. Но в итоге выглядит вот как-то вот так. В общем, я довольна. Теперь пускай они растут дальше, но вот они вот такими текстурированными у меня очень стали. Причем я просила, может, мне еще как-то макушку проредить немножко, да, вот, сделать слайсинг. Вот отсюда начиная. Моя мастер сказала, нет, все, хватит. Мы и так тебе тут все общипали, все выдрали. Будешь потом как-то ходить с тремя волосинами. Она, конечно, очень боролась за мою густоту и ровный срез. Ну ладно, говорит, если хочешь, давай. Давай, все равно вот растут. Но в итоге мне понравилось, и ей тоже понравилось. Она даже была удивлена, говорит, надо же, слушай. И не кажется, что как-то обгрызанно. Вроде как прикольно смотрится. Так что вот, поделилась с вами. Ждите меня в следующих видео с волнами. Кстати, у многих голливудских звезд такая стрижка. Вот Дженнифер Энистон тоже долгое время носила вот эти удлиненные шеги. Так что вот, видите, какие интересные получаются логические цепочки выстраиваются, да? Ты делаешь что-то хорошее. Я имею в виду сейчас про то, что я эту кошечку подобрала. То, что я же ее пролечила. Я ее выкормила. Целый месяц она у меня жила. Я ее подрастила. Мы ее пролечили от всего, что только можно. И когда уже ребенок стал более взрослым, самостоятельным, здоровым, мы были уверены, что с ней все в порядке, мы вот ее уже передали и в хорошую семью. И я считаю, что я правильно поступила. И вот, видите, когда поступаешь правильным образом, то потом все это переходит в какие-то дальнейшие события, которые, опять же, как-то разнообразно улучшают твою жизнь. Вот не сделала бы я этого, не познакомилась бы я с этой прекрасной девушкой. Не ходила бы она ко мне за покупками. Не общались бы мы с ней. Не узнала бы я много интересного. И не было бы у меня такой стрижки. Так что вот, я это все о том, что творите добрые вещи. Обязательно помогайте другим. Как я вам говорила в прошлом видео, только доброта. Это самый главный инструмент, который может решить, мне кажется, вообще абсолютно любую задачу. Только добром можно подобрать вот этот вот ключик к любому человеку. И только так мир станет лучше. Всем будет хорошо. Так что желаю вам добра и в вашей душе, и в душах тех людей, которые с вами соприкасаются. Желаю вам всего самого хорошего. Целую, обнимаю, очень вас люблю. И жду в кости в мой следующий обзор. Так что всем до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...